Город мостов, шоколада и мельниц. Загадки Брюги. Туризм. Город мостов, шоколада и мельниц. Загадки Брюги. 8 часов 29 сентября 2019 года. Покататься на кораблике по каналам, попробовать знаменитый бельгийский шоколад, прогуляться по мощным улочкам, сохранившим средневековый колорит, обойти десятки мостов, купить сувениры на главной площади и посетить музей пива или картофеля фривод. Неполный план действия для туристов Брюги. Город, в среднее веко бывший центром торговли в Северной Европе, сохранил самобытность. Ближайший аэропорт находится в Брюсселе, оттуда туристы на поезде за час добираются до Брюги. Фото. Пайксабей, Димитрис Ветсайкес. Историю Брюги одного из самых живописных городов Европы, центра бельгийской провинции Западная Фландрия можно проследить с 3 века. Сохранившиеся здания и памятники свидетельствуют, что в среднее веко город был центром торговли в Северной Европе. Именно в Брюге в 1406 году была основана первая биржа. Один из 14-ти историю Брюги одного из самых живописных городов Европы, центра бельгийской провинции Западная Фландрия можно проследить с 3 века. Сохранившиеся здания и памятники свидетельствуют, что в среднее веко город был центром торговли в Северной Европе. Именно в Брюге в 1406 году была основана первая биржа. Фото Брюги иногда называют Северной Венецией, здесь соединяются три канала Генский, Слеский и Остенский. Они настолько глубокие, что по ним могут ходить большие морские суда. Два из 14-ти Брюги иногда называют Северной Венецией, здесь соединяются три канала Генский, Слеский и Остенский. Они настолько глубокие, что по ним могут ходить большие морские суда. Депозит фото Рея новости Сергей Субатин считается, что в древности жители собирались у моста на ярмарке. Со временем это место стали обозначать немецким словом Брак Мост Отсюда и пошло название города. Сейчас в Брюге 54 моста, 12 из которых деревянные и разводные для пропуска судов. Рея новости Рея новости Сергей Субатин Рея новости Ольга Левина Весь исторический центр Брюги объявлен ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. 4 из 14 Весь исторический центр Брюги объявлен ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. Рея новости Ольга Левина Фото Пайкса Бэй Рыночная площадь Гротмакт Визитная карточка Брюги В средние века там располагались суд, мэрия, почта, торговые ряды. Сейчас здесь открыты рестораны, магазины и кафе. По средам работает рынок, а перед Рождеством заливается огромный каток и открывается ярмарка. 5 из 14 Рыночная площадь Гротмакт Визитная карточка Брюги В средние века там располагались суд, мэрия, почта, торговые ряды. Сейчас здесь открыты рестораны, магазины и кафе. По средам работает рынок, а перед Рождеством заливается огромный каток и открывается ярмарка. Фото Пайкса Бэй Фото Пайкса Бэй На рыночной площади находится колокольня Билфорд, построенная в 13 веке. Она служила также наблюдательным пунктом для выявления пожаров и других опасностей. Верхняя часть здания на метр наклонена на восток. В 15 веке в деревянный шпиль колокольни ударила молния, уничтожив его и разрушив колокола. Фото Пайкса Бэй РИА Новости Александр Вильф Главное украшение площади Бург Ратуша, построенное на месте тюрмы. Фасад украшен лепниной, рассечен высокими оконными нишами и увенчан зубчатым парапетом с башнями. Интерьер по изысканности не уступает фасаду, заседание городского совета проходит под стрельчатыми дубовыми сводами, на стенах фрески. Есть и роскошный камин 16 века из дерева, мрамора и алебастра. 7 из 14 Главное украшение площади Бург Ратуша, построенное на месте тюрмы. Фасад украшен лепниной, рассечен высокими оконными нишами и увенчан зубчатым парапетом с башнями. Интерьер по изысканности не уступает фасаду, заседание городского совета проходит под стрельчатыми дубовыми сводами, на стенах фрески. Есть и роскошный камин 16 века из дерева, мрамора и алебастра. Рея новости, Александр Вильфота Пайксабей слэш Димитрис Ветсайкас 1969 На дегустацию знаменитого бельгийского шоколада лучше всего отправляться в одноименный музей. Там посетителям рассказывают об истории превращения какао-бобов в шоколад, знакомят с технологиями изготовления конфет ручной работы и открывают секреты профессии шоколадьи. А еще в городе есть музей картофеля фри и пива с действующей пивоварней. Фото Пайксабей слэш Димитрис Ветсайкас 1969 Фото Пайксабей Церквь Богоматери с колокольни в 122 метра также один из символов города. Там хранится единственная за пределами Италии мраморная скульптура Микеланджело Дева Мария с младенцем, ее еще называют Мадонна Брюги. А над скамьями размещены 30 гербов рыцарей. Церквь Богоматери с колокольни в 122 метра также один из символов города. Там хранится единственная за пределами Италии мраморная скульптура Микеланджело Дева Мария с младенцем, ее еще называют Мадонна Брюги. А над скамьями размещены 30 гербов рыцарей. Фото Пайксабей Фото Пайксабей В городе происходит действие фильма «Залечь на дно в Брюги». Картина была номинирована на Оскар за лучший оригинальный сценарий. 10 из 14 в городе происходит действие фильма «Залечь на дно в Брюги». Картина была номинирована на Оскар за лучший оригинальный сценарий. Фото Пайксабей РИА Новости, Владимир Родионов Туристы могут осмотреть две старинные мельницы Сент-Джан-Зьюиз и Коэл-Вай Первая была построена в 1770 году по инициативе 26 булочников и получила название мельница пекарей Она сохранилась в первоначальном виде Вторая в 1991 году была куплена у городка Мелебеки за один бельгийский франк и перенесена в Брюги Обе мельницы до сих пор находятся в рабочем состоянии и открыты для посещения 11 из 14 туристы могут осмотреть две старинные мельницы Сент-Джан-Зьюиз и Коэл-Вай Первая была построена в 1770 году по инициативе 26 булочников и получила название мельница пекарей Она сохранилась в первоначальном виде Вторая в 1991 году была куплена у городка Мелебеки за один бельгийский франк и перенесена в Брюги Обе мельницы до сих пор находятся в рабочем состоянии и открыты для посещения Рея новости Владимир Родионов Фото Базилика святой крови построена в 12 веке Считается, что в ней хранится кровь Христа, собранная Иосифом Аримафейским и доставленная святой земли графом Фландри-Тьери-Эльзаским 12 из 14 базилика святой крови построена в 12 веке Считается, что в ней хранится кровь Христа, собранная Иосифом Аримафейским и доставленная святой земли графом Фландри-Тьери-Эльзаским Фото Рея новости Ольга Левина Автобусные маршруты связывают центр со спальными районами Но многие горожане и туристы передвигаются на велосипедах В отелях также есть возможность аренды двухколесного транспорта 13 из 14 автобусные маршруты связывают центр со спальными районами Но многие горожане и туристы передвигаются на велосипедах В отелях также есть возможность аренды двухколесного транспорта Рея новости Ольга Левина Фото Пайкса-Бэй А-Топикс Госпиталь Святого Иоанна считается самым старым лечебным заведением Европы Больницу в 12 веке построили монахи-августинцы, чтобы лечить неимущих жителей Ее закрыли в 19 веке Сейчас здесь музей-художественная галерея 14 из 14 госпиталь Святого Иоанна считается самым старым лечебным заведением Европы Больницу в 12 веке построили монахи-августинцы, чтобы лечить неимущих жителей Ее закрыли в 19 веке Сейчас здесь музей-художественная галерея Фото Пайкса-Бэй А-Топикс Субтитры создавал DimaTorzok